Привет, народ! Привет всем! И в этом видео я хочу снова предложить вам окунуться в прошлое и посмотреть на старые добрые PlayStation 2 игры, которые, к сожалению, так и остались в прошлом. И не просто PlayStation 2 игры, а эксклюзивные игры, то есть так называемые ой-ой-ой мега-блокбастеры прошлого. И, как вы знаете, к сожалению, у нас никакой обратной совместимости нет с PlayStation 2, то есть мы никак не можем поиграть в эти игры. Также и ремастеры выходили далеко не всех игр. Но мы сегодня можем поиграть в эти PlayStation 2 забытые, так сказать, жемчужины на консоли от Microsoft, на консоли Xbox Series X. Вот такой вот парадокс, да, парадоксальная снова ситуация. И в этом мне поможет, конечно же, PlayStation 2 эмулятор XBS X2. Итак, я захожу в него. Я сразу хочу вам вкратце показать, какие у меня тут настройки, чтобы вы знали. То есть разрешение я поставил Eternal Resolution, так называемое, на нативное 4К. То есть это вообще... Мы будем с вами играть в игры в таком видеокачестве, в котором эти игры никогда не присутствовали и еще долгое время не будут присутствовать на каких-то либо консолях. А вот на Series X мы можем это, конечно же, сделать. Так вот, 4К разрешение. Я оставлю FPS, чтобы игры показывали. Пусть, мало ли, может, это кому-то будет интересно. И, в принципе, конечно же, хочу начать с эксклюзива God of War. Как же по-другому? Так что, ребятки, давайте будем начинать. Итак, God of War первая часть или так называемый Бог войны. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, ребятки, вот он, вот он этот красавец. Сейчас в 4К 50 FPS. То есть, почему 50 FPS? Потому что у меня европейка. Также есть американка. Она идет в 60 FPS, как вы знаете. Но мне важны языки, конечно же. Только европейки, как я уже говорил ранее, поддерживают 5 языков. И мне, самое главное, важен, конечно же, немецкий. Так. Здесь у нас идет туториал. Кстати, я говорю про немецкое. Игра на английском. Я не выставил этот меню. Но да ладно, нам это сейчас не важно. А, блокировал. Ага, блокировать могу. Отлично. Вот это я помню. Вот это я помню. Опа. Опа. Классно. Только в боге войны с самого начала у нас босс. Ты посмотри, да? Да ух ты. Она теперь по 2. По 2 раза начинает 50. Отлично. И теперь мы можем, конечно же, использовать так называемый Weak Time Event. Ребята, как вам качество? Ну, это же не волшебно, а? Класс. Вы только вдумайтесь. 4К. 50 фпс. Если играете в американку, то в 60 можете играть. Ну, как же это круто. Вы посмотри, а? Вот такие вот раньше геймплейные моменты были. Решения. Вы посмотрите. Сначала босс экшен, и потом вот такие вот балансирования по балкам. Очень неуравновешенная игра, и это круто. Именно этим мне и нравится старый бог войны. Кстати. А, здесь нужно ключ, скорее всего, да? Да. И если вы не знаете, то бог войны первую часть и вторую часть мы можем поиграть, конечно же, в ремастере, но только на PlayStation 3. И этот диск PlayStation 3, он нигде больше не идет, как только на PlayStation 3. Так что, бог войны, вторая и первая часть, они так и остались в том поколении. И я уверен, больше они уже к нам не придут. Да, конечно же, есть подписка, вот это PlayStation Plus Now, где вы можете играть по интернету, через облако в PlayStation 3 игры. Но, ребята, это совершенно не мое, потому что я люблю играть в игры именно нативно на моей домашней консоли. Не с каких-то серверов, чтобы загадка шла, видеопотока, а именно все делалось на моей консоли. И это офигенно. Посмотри. Самое интересное, что я пробовал также игру уже где-то полгода назад на другой версии этого эмулятора, то есть на, так сказать, на старшей версии. И что бог войны первая часть, что бог войны вторая часть притормаживали. И это очень круто посмотреть, что эмулятор до сих пор как-то усовершенствуется. И это офигенно. Ты посмотри, сколько у вас тут еще, а? И теперь бог войны, как вы можете посмотреть, идет вообще без всяких нареканий. Еще вот этого-то, одного давай. Хотя, ну-ка посмотрим, может я смогу уже. Ага. Я без понятия, что это за ящик, но... Так. Прикольно, когда надпись R2, вы знаете, на Xbox это называется RT, то есть Right Trigger, то есть правый триггер, правый курок. Ух ты, красавец. Отлично. Ох, нифига себе, когда он, вы посмотрите, когда делает такой этот рывок. Ты посмотри. Ух ты. Классно. Замечаете, да, когда он крутит бошку? Ох, как FPS падает. Это, конечно же, можно все залечить. Если взять и... Ох, как же, как же. Если поставить разрешение не на 4К, а на чуть-чуть поменьше, то, конечно же, игра будет идти стабильно. А не все игры идут стабильно, просто здесь вы сами подумаете. 4К разрешение. И у нас, вы посмотрите, сколько альфа-эффектов на экране. У нас дождь, у нас какие-то искры, у нас движущиеся объекты, летающие объекты какие-то. То есть, это все сейчас рендерится в реальном времени. И не просто игра идет нативно, а еще приставка занимается тем, что она эмулирует, так сказать, PlayStation 2. И это просто, я не знаю, это... Это сверх моего понимания, если честно. Посмотри. Так, как так, а? Сколько тебе еще тут... Ах, ну ничего страшного, сейчас мы это сделаем наруч. Сейчас мы это сделаем. Так, когда уже? Походу все, да? Походу. Походу. Е-е-е-е, наконец-то. Очень долго, очень-очень долго я сидел на этом боссе. Но да ладно. Так. Классно, вообще. Ох, помню. Знаете, как я первый раз играл в эту игру? Я ее записывал себе на болванку. Да. И, насколько я помню, это одна из немногих игр на PlayStation 2, которая использовала двухслойную болванку. То есть, надо было не вот эту 4-гигабайтную, а 8-гигабайтную. И они стоили у нас как полмашины или полквартиры, я не знаю, в центре города. Ребята, это было что-то с чем-то. Мне пришлось, я не знаю, сколько экономить на завтраках, чтобы позволить себе купить пустую болванку, чтобы на нее записать игру. И не просто записать, а мне нужно было еще игру взять в прокате. А это тоже стоит каких-то там денег. Знаете, это я не знаю. Но на что не пойдет человек, игроман, чтобы поиграть в любимую игру. Кстати, вы посмотрите, на той балке, когда мы сейчас шли в самом начале, нас игра учила, что типа, если ты упадешь, ничего страшного, ты можешь захватиться за эту балку. Здесь же у нас не прощают наших ошибок. Опа. Ну, знать бы куда, ну, давайте сюда пойдем. Вот, если я сейчас упаду, все сначала, вы можете себе представить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, класс Так, у нас здесь, конечно же Что это тут? Ага, какая-то заставка И как вы, да, видите, заставки у нас тоже 16 на 9 То есть, широкоформатный Конечно же, в том же самом качестве, в котором они были на PlayStation 2 Потому что 3D графику мы, конечно, можем улучшить в 4К Но вот заставки видеопоток забудьте Ой, вот это место, я помню, оно такое душное Мы на этом, в принципе, остановимся И, кстати, смотри, заставки идут в 25 фпс То есть, в киноформате, так сказать Потому что, если вы не знаете, то все фильмы на Blu-ray, на DVD-дисках записаны именно в 24 кадра И здесь я, конечно же, могу сохраниться, что я, в принципе, сейчас и сделаю Но, как вы знаете, я могу не сохраняться, так как в игре есть сейв-стейты То есть, нам это нафиг не надо Но все равно я сейчас сохранюсь Чтобы, знаете, как бы на будущее, чтобы игра была на карте памяти сохраненная Отличненько И все А так, в принципе, можно сейв-стейт Сохраниться И все Игра сохраненная И, народ God of War И сейчас мы посмотрим, конечно же, на God of War 2 Ну и теперь Бог Войны 2 Или так называемый God of War 2 Да Игруха, как вы видите, уже... Так, секундочку Секундочку, сейчас я его... Подождите А, не успел Ты посмотри, а Ох Ай-яй-яй-яй-яй-яй Что происходит? ПК-9127, привет Ох Ох Не дает ничего мне сказать, а Воу-воу-воу-воу На ту сторону, да? Скорее всего, надо Или... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ты посмотри, а Вот теперь все На ту сторону Скорее всего, да Ничего страшного Так Главное теперь сейчас Не накосячить С кнопками Потому что кнопки мне показываются Плейстейшеновские А я на боксовском геймпаде И когда я вижу Плейстейшн-символ И я сразу автоматически Переключаюсь На Плейстейшн-контроллер Или так называемый Джойстик Или геймпад О, он здесь Отлично, 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 отлично Так Хоть бы не налажать, а Так Так Х Х Он меня поймал А Резко Давай, давай, давай Кратос Вот это настоящий Кратос Вот это Кратос И да Как вы видите Заставки, конечно же В том же самом Качестве Как они были На Плейстейшн-2 Потому что 3D графику Мы можем улучшать А Заставки Это видеопоток Они так и остаются Такими Какими они были На Плейстейшн-2 Игра Игра, как я уже и сказал Раньше Полностью на русском языке То есть И писанина вся На русском языке Как вы можете посмотреть И перевод Это уже в то время На консоли Плейстейшн-2 Был диск Который в Европе Содержал практически Десятки языков И это очень интересно В каком мы сейчас Времени живем Потому что Как вы знаете Недавно вышел Бог войны Рагнарек Так вот На нем К сожалению Нет Русского Русского языка Только субтитры Опа Опа Так Здесь можно сохраниться Но этого делать не буду Потому что У нас есть Сейвстейты Отлично Подожди 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 Вот этого Ай-яй-яй Вот этого Красотенечка А Это вообще Ох Вот здесь Посмотрите Какая графика Даже сегодня Смотрите Сколько у нас Партиклей эффектов То есть У нас летает Пыль в воздухе У нас Отражение На мраморном полу Плюс Еще эффекты От врагов Когда мы С ними Деремся Плюс Вы посмотрите Солнце Пробивает через Окна Народ И это все В плавных 4К 50 фпс То есть Если вы будете Играть в американку То будет 60 фпс Это вообще Эх Это Я не знаю Как все-таки Обалденно Сейчас на боксе Поиграть в эти Старые Давно забытые игры Потому что Как я уже и сказал На первом блоге войны А может и не сказал У нас конечно же Есть Нужно же Как-то Вот так Ага У нас конечно же Есть возможность Поиграть в первую Во вторую часть В виде ремастера Но только На плейстейшн 3 Никакой обратной Совместимости Никаких ремастеров Для плейстейшн 4 Или плейстейшн 5 Чтобы поиграть По обратке У нас нету И это Очень 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 Плохо Так Что у нас За этой дверью Двери 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 Я не знаю Что где Ух ты А Мы здесь уже были Блин Понял 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 Значит нам Сюда не надо Мы пойдем дальше Вон туда Вон А удерживать надо Умри с честью Умри с честью Камера Я ничего не вижу Посмотри Вот вы посмотрите Какая здесь передряга Какая здесь разборка Отражение на полу Битва с несколькими Десятками солдат Эффекты И Ах На плейстейшн 2 Это все притормаживало Не совсем Но По чуть-чуть Опа Ух ты Красотенечка Смотрите какая Прям реально Чувствуешь глубину Вот этой ямы Очень красиво Передали Вот этот эффект Опа Иди отсюда Ох Че происходит Ха 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 Кратос Мне не нужна твоя помощь Зевс С этой тварью Я справлюсь сам Кратос Это больше чем помощь Я предлагаю тебе могущество Кстати Не могу пропустить заставки Нужно смотреть Ха И кстати Посмотрите Я не помню Говорил я это или нет Но скорее всего нет Хотя в первой части Я может быть это говорил 25 фпс Идут заставки В киноформате Так сказать Почему ты решил Помочь мне А? Зевс Скажи мне Пожалуйста Ни с того Ни с сего Просто так ничего В этой жизни не делается Значит ты скорее всего Хочешь взамен что-то Так Ну я же вижу что это Или Или я что-то не понимаю А скорее всего Вот здесь вот Да Или Не совсем понимаю Что от меня хотят здесь То есть это не как Современные игры Где нам показывают Куда Что Как Ну здесь вот огонь Значит Ну Хм Без понятия Ага Ты посмотри Вот так вот Опять же Жестокое насилие Или что там пишет Блин Ох Вот так вот 360 градусов Отлично Вот это я понимаю Вот это я понимаю Боевичок Так как мы любим Кратос у нас В этих частях Это просто зверь Я вообще Таких мер Не видел Еще Иди сюда Иди сюда Как-то можно По-другому Убить Пока Я не знаю Пока только Вот такой А можно Вот так еще Ну ты куда Отлично Отлично Ух Там и где Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Как здесь опас Ох Это мне кажется Заскриптовано Специально Это заскриптовано Чтоб я сюда Упал Походу Здесь нельзя Пройти Ну а нам В принципе Проходить И не надо Ребята Мы посмотрели Бог войны Первую часть Бог войны Вторую часть И скажите Народ Ну это Ну это же Не красотенечка И идем дальше Гран-туризма Три Конечно Конечно Как без Гран-туризма Три Это Моя Любимейшая Гонка Вообще Всех времен И народов Ух Ребятки И опять же Гран-туризма Три Также Имела Проблемы С 4К В 50 фпс И сейчас На современной версии Эмулятора Как вы видите Все просто Отличненько Я когда Впервые В 4К Поиграл Гран-туризма У меня Отпала челюсть Народ Опять же Нигде Мы не можем В это поиграть Сейчас Кроме как На эмуляторах На компьютерах И на консолях Вот Microsoft Xbox Больше Нигде За этой игрой Я не представляю Сколько Я Сколько У меня было Несонных ночей Вы не представляете Народ Это вообще Провел здесь Пол жизни Реально Если бы у нас В то время Были ачивки Или трофеи Я здесь бы Я не знаю Мне кажется Раза 4 наверное По кругу Выбыл бы Платину Очень много Провел за этой Игрой времени Смотрите Какая красотенечка Каждый кирпич Теперь видно Благодаря Такому Разрешению На Playstation 2 Это было вообще Конечно же Все мыло Мыльное Но в то время На тех Телевизорах Это выглядело Вполне нормально То есть Как вы знаете Нужно идти в ногу Со временем И старые игры Нужно улучшать Или делать ремастеры Или делать ремейки Хотя ремейк Это не улучшение Ремейк Это полноценная Новая Или другая Можно сказать Игра А вот ремастеры И вот к сожалению Ремастеры Grand Tourism А серии Мы можем забыть Точно так же Как и никогда Не будут ремастеры Например Forza Motorsport Или Forza Motorsport 1,2,3 То шестой Седьмой уже Так же не будет никогда Ремастеров Forza Horizon Это все связано Из-за того Что в таких играх Как правило Используется Лицензионная музыка Как вы слышите На заднем плане Играет Какой-то рок Непонятный И так же Используются Еще и Лицензионные машины Как вы видите Я сейчас еду На реальной машине Это по-моему Не знаю Что у нас По-моему Я даже не знаю Если честно Что-то по-моему Американское То есть Используются Оригинальные Лицензионные машины И из-за этого У Не у разработчиков А у Издателей В этом случае Sony Как вы знаете Polyphone Digital Это разработчик А Sony Это издатель Так вот У Sony Так же как и у Microsoft Связаны руки Они не могут нам Сделать Ремастеры этих игр И даже не могут Если бы Допустим В какой-то параллельной Вселенной У нас бы Эти игры Можно было бы Поиграть по обратной Совместимости На Playstation 4 Или Playstation 5 То все равно Этих бы игр Не было в списке Поддерживаемых игр Так как Опять же Если Эти бы игры Шли по обратной Совместимости Microsoft Или Sony Все равно Нужно было бы Обновлять лицензии Это стоит Очень-очень Больших денег То есть Вы понимаете Лицензию нельзя Обновить на На всю жизнь Купить Нет Ее постоянно Через какое-то Время Нужно обновлять И вот Именно Это не нравится И разработчикам И издателям За этого Про все Гоночные Симуляторы Гоночные Игры Нам Просто Можно Тупо Забыть Посмотрите Какая красота Посмотрите На эти деревья Которые Сверху Своей листвой Нам закрывают Дорогу И Прям реально Создается Тень Посмотрите На это полотно На эту трассу На Я не знаю Как Как энтузиасты Делают Такое Обалдеть С удовольствием Еще хочу Обязательно Если не забуду Сделать видео Как вы знаете На Плейстейшн 4 И на Плейстейшн 5 Есть официальный Плейстейшн 2 Эмулятор Но проблема На этом официальном Плейстейшн 2 Эмуляторе Существует Только 15 По-моему 10 или 15 Игр Которые Уже лет 6 назад Как вышли И все Ничего Не добавляется В список И вот я хочу Обязательно Например Того же самого Макс Пейна Сравнить Официальный Плейстейшн 2 Эмулятор На Плейстейшн 5 И Неофициальный Вот этот Вот XPS X2 Эмулятор На Xbox Series X И посмотреть Какая версия Будет лучше Ну Спойлер Ребята Спойлер Конечно же Вот эта Версия На Баксе С XPS X2 Эмулятором Классно 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 Мы прошли Трассу И я не вижу Сейчас Никакого Никакой Надобности Идти дальше То есть Мы посмотрели Вот оно Вот Gran Turismo В 4К 60 FPS Если вы играете Gran Turismo Американку Где На борту Только английский язык То вы играете В 60 Гц То есть Это эквивалент Можно сказать 60 FPS Народ И теперь Конечно же Мы посмотрим Еще и на Gran Turismo 4 Ну и Gran Turismo 4 Это игра В которую Я никогда В жизни Не играл К сожалению Потому что У меня Полностью Все мое Свободное Время Я проводил В Gran Turismo 3 И эта игра Как я уже сказал Ранее Заняла Пол жизни Моей Вот реально Где-то Лет до 18 Наверное Играл В Gran Turismo 3 И я Можно сказать Впервые Ознакомился С Gran Turismo 4 На На этом Эмуляторе И что Хочу Сказать Графика По сравнению С третьей Частью Мне кажется Стала Немножечко Хуже То есть Не графика А разрешение Я не знаю С чем это связано Но игра Каким-то образом Чувствуется Более комфортно То есть Я вижу Невооруженным глазом Что хоть и сейчас У меня Идет вывод В 4К Но разрешение Здесь Немножечко Ниже Чем в третьей части И полностью Изменена Физика Машин Она стала Более Более Отзывчивой Что ли Я даже не знаю Как это еще назвать Но обалденно Также присутствует В игре Конечно же Лицензионная музыка Лицензионные машины Как вы можете посмотреть То есть Опять же Вероятность Того Что у нас Эта игра Когда-нибудь Выйдет Или по обратной Совместимости Или в каком-то Ремастере Равна просто Нулю народ Из-за этих Пресловутых Лицензий Именно из-за этого Мне нравится Когда Делают Например Серии Каких-то игр Например Например Рейдж Рейсер Был по-моему Если мне не изменяет память Где полностью Разработчики Нам сделали Свои машины То есть Выдуманные машины И не использовали Какую-то Знаменитую музыку А что-то там Своё написали И вот Именно из-за этого Рейдж Рейсер У нас поддерживается По обратной совместимости Я не помню какая часть По-моему шестая Которая была эксклюзивна Для Xbox 360 И вот Xbox 360 Версия у нас Идет по обратке Потому что Повторюсь Там лицензии платить Никому не надо И да Конечно Когда мы играем В игру В которой Присутствуют машины Которых нет По-настоящему Конечно Это не так интересно Когда мы Берём И садимся В какой-нибудь Лексус Или вот На BMW M5 И просто Едем по этим Живописным трассам Конечно Это немножко не то Но Блин Я даже и не знаю Я даже и не знаю Я бы Думаю Лучше бы хотел Что-нибудь Не настоящее Но чтобы игра У нас постоянно Была бы В доступе И мы всегда Могли бы в неё играть Вы понимаете Да о чём я Но да ладно Так вот Как вы видите Да Хоть и 4К У меня выставлено Но всё равно А графика Уступает Графике Гран Туризма 3 Очень интересная Конечно же Ситуация Вот эта вообще Кстати А тут Как это сделать Чтобы Ехать От первого лица А вот так Во Вот так Вот я всю жизнь Проходил Гран Туризма 3 Вот именно Вот так вот И чего мне потом Стоило через несколько лет Переучиться Ездить с видом От третьего лица То есть Вот так вот Я не мог так ездить Сейчас мне наоборот Вот так вот Намного Привычней что ли Кстати Очень будет интересно Народ Напишите Биты в комментариях Если не забудете Как вам Удобнее играть В рейсингеймс То есть в гонке Вы играете От первого лица Вот так вот Или вы всё-таки Играете В рейсингеймс От третьего лица Вот так вот Хм Будет очень интересно Конечно же Почитать ваши комментарии Народ 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 И эту трассу Я по-моему Больше нигде не видел Вот этот поворот Я всё не мог К нему привыкнуть Я без понятия Что это за трасса Но она очень красивая Скоростная Очень много таких поворотов В которых Ну реально Можно входить С большой скоростью То есть Мне такое нравится И вы посмотрите На эту живописную Гору На заднем плане Обалдеть Очень красиво Хотя нет Вот я чувствую Да Управление машиной То есть физика Здесь вообще Другая чем в третьей части Я не могу сказать Что лучше или хуже Но она более отзывчивая Или это зависит от машины Хотя нет Я помню Что в Гран-Туризм Там Когда вы Ехали на полных Почти оборотах Или на полуоборотах И заходили в поворот У вас Машина скользила Как знаете Как по маслу Здесь же нет Здесь она реально Как прикована к асфальту Очень классный филинг Очень классное ощущение И музыка Ребята Мне музыка нравится Здесь нет слов Рока А здесь такая New Age Послушайте А Послушали Да Мы приехали уже Гран-Туризма Четыре народа А кстати Я могу посмотреть повтор Ну-ка давайте повтор Глянем Да конечно Повтор Это Сила Вообще Самая-самая сильная сторона Гран-Туризма Была со времен PlayStation 1 И вы посмотрите На эти текстуры машин Обалдеть Только сейчас В 4К Мы можем посмотреть На эти Настоящие текстуры Раньше На пузатых телевизорах Это выглядело Все как по-настоящему А сейчас нет Мы видим Что Это конечно же Как будто Картонные Картонные дурилки Или дурилки картонные Как это называется То есть вы понимаете Но все равно Вот так вот Сдалека Вы посмотрите Если вы смотрите На мониторе Вы отойдите Я не знаю Метра на 3 Ну как будто Настоящая программа Какая-то идет Прямой эфир Знаете С телевизора Офигенно То есть на ваших глазах Я сейчас впервые Знакомлюсь С Гран-Туризма 4 И это Это вынос мозга Я недавно прошел Форза Мотоспорт Вторую часть На Xbox 360 И могу с уверенностью Сказать что Игра абсолютно Ничем не уступает Второй части Форза Мотоспорт Но для вашего понимания Форза Мотоспорт Вторая часть была Для Xbox 360 А это Для PlayStation 2 Хм Или это все Конечно же эмулятор делает Вот это все Мне знаете Здесь рисует Я вижу игру просто в таком виде В котором ее на PlayStation 2 Нету Здесь я не могу Точно вам ничего сказать Но по сравнению С Гран-Туризма 3 Конечно же Эмулятор делает свое дело Очень и очень хорошо Ребята Идем дальше Я сейчас не знаю На какую мы игру посмотрим Но у нас еще есть Пара эксклюзивов На которые мы глянем И которые К сожалению Эти эксклюзивы Нигде никак не доступны Народ Позвольте представить Если вы не знаете эту игру Это игра под названием Ико И эта игра Ребята Я много раз про нее говорю Но никогда еще в жизни Я не показывал ее На моем канале И вот сейчас Я могу это сделать Это ребята Моя самая любимая игра То есть нет Игры в этом мире Которая Мне бы нравилась Больше Или чуточку больше Чем эта игра Нет Ико Это самая Моя любимая игра На этом белом свете И именно эта игра Была сделана Под руководством Сони Той Сони Которая была На Плейстейшн 2 И именно ту Сони Я хочу в наши дни Сегодня назад Но к сожалению Былые времена Ушли Вообще От нас Надолго Так сказать И больше Они не вернутся к нам То есть Эту игруху Сделала Тим Джапен Которую Сони благополучно Год назад Расформировали То есть Одних разработчиков Убрали в другое подразделение Третьих в третье И все такое То есть Вот таких Неоднозначных игр У нас больше Никогда В жизни не будет Слава богу У нас Джапен Студио Смогла Сделать Три Башнесносные игры Это Ико Шэдов Теколозус И The Last Guardian The Last Guardian Как вы знаете Он идет На Плейстейшн 4 Есть диск И он идет Также благополучно По обратной совместимости На Плейстейшн 5 Все классно Шэдов Теколозус Получил Так называемый Ремейк На консолях Плейстейшн 4 Которая Также диск идет По обратной совместимости На Плейстейшн 5 Ико И Ранешняя версия Шэдов Теколозус Получили ремастеры Для Плейстейшн 3 И К сожалению Эти ремастеры Так и остались В Плейстейшн 3 Времени То есть Мы не можем Никак В них Больше поиграть Как только На Консоли Плейстейшн 3 И это Я не знаю Почему так То есть Мне Никакой другой игры Не надо Как только Ико В ремастере В каком-нибудь На консоли Плейстейшн 4 Или Плейстейшн 5 Чтобы мы могли В актуально На актуальных консолях Поиграть Вот в эту замечательную игру Но нет Чтобы поиграть В эту игру Нам нужно Доставать Нашу пресловутую Плейстейшн 3 Подключать Ее К нашему Телевизору И играть Там И надеяться Что на ней Будет лазер Себя нормально Чувствовать Потому что У меня Сколько уже Лазеров Умерло На Плейстейшн 3 И сами Плейстейшн 3 Умирают У меня Как не знаю Что Вот Не везет Мне с плойками Так что Как бы я хотел Чтоб у нас Вышел Ремастер Вот этой Замечательной Игры Для актуального Поколения Консолей Больше Мне Ничего Не надо Вот Такие Сейчас Я даже Не знаю Ага Вот так Да Нет Ты вот так Вот повернись Ага Очень Очень Ребята Давно Проходил Последний раз Эту игруху Первый раз Я прошел На Плейстейшн 2 И на второй Раз И на третий И на четвертый И на пятый Я проходил ее На Плейстейшн 3 Конечно же В ремастере Как бы мне Теперь бы Нет Ты подожди Подожди Вот видите Никакого Вообще Никакого Туториала Нету Мы не знаем Как А Понял 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 Давай Вот так Вот Да Вот Прокачаться Нужно Ребята В то время Вы можете себе Представить Вот это Нет Ты давай Ты прокачайся Да ребята Управление Здесь Очень Интересное Если кто Играл В Shadow of the Colossus В Last Guardian Вы прекрасно Меня понимаете С управлением Здесь нужно Бороться Но когда Вы только С этим управлением Начинаете На ты Все Джойстик Это как будто Ваша Третья рука Я даже не знаю То есть Все управляется Обалденно И вы Посмотрите Как сделана игра То есть Сейчас такого Не делают вообще То есть Что меня в этой игре Фасцинирует И просто Завораживает Это то Что здесь Практически Нет музыкального Сопровождения То есть Как вы слышите У нас На заднем Фоне Только Ambient Вот послушайте Просто Завоевает Ветер Больше Ничего Нет У нас Нет Никакой Карты У нас Нет Никакой Я даже Не знаю Как вам Сказать У нас Нет Никаких Заданий Мы Просто Расследуем Непонятные Вот Этот Вот Вот Соражения То есть Это Офигеть Именно Вот Такую Атмосферу Никакая Другая Игра Не Передала Мне Точно Так же Как Ико Ни Одна Другая Так И сейчас Если честно Я запутался Ребята Я не знаю Что здесь Нужно Делать Как Здесь Что Нужно Делать Но Сейчас Разберемся Повторюсь Игру Я проходил Очень Очень Давно И Хоть Это Моя Любимая Игра Но Ребята Вы Сами Знаете Сколько Десятков Да и Сотен Игр Проходят Через Мои Руки То Иногда Забываешь Конечно Что да Как И И вот Здесь Вот вы Посмотрите А у нас Здесь еще Есть Куда Можно Залезть Или Я отсюда Пришел По-моему Я отсюда Пришел Да А нет Нет Все правильно Сейчас Мы встретим Йорду Это Такая Девчушка Непонятная Даже Нельзя Назвать Человеком А Это Какое-то Непонятное Существо Которому Мы Так Прилипаем И делаем Все Чтобы ее Защитить Она Никто Нам Мы Не знаем Про нее Вообще Ничего Здесь Какие-то Черные Существа Пытаются Ее Догнать И забрать От нас И мы Просто Тупо Ее Спасаем Я не знаю Почему У нас Просыпается Вот этот Непонятный Материнский Или Отцовский Инстинкт Но мы Ее Просто Тупо Начинаем Спасать И по всей Игре Мы Это Делаем То есть Вы посмотрите Сколько мы Сейчас Сидим За этой Игрой Уже А ничего Не происходит У нас Какая-то Непонятная Меланхолия И вот Именно Это Мне Нравится Народ Вы посмотрите Разве Вам не Интересно Вот Если Вы Не Играли В Эту Игруху То Я Вам Очень Сильно Завидую Если Вы Начнете Сейчас Блин Я бы Все Отдал Чтобы Стереть Из памяти У меня Полностью Игруху Чтобы Познакомиться С ним Опять Как В первый Раз Потому Что Сейчас Я Когда Играю Конечно У меня Те же Самые Эмоции Но Все Равно Они Далеко Не Такие Как Были В первый Раз Вы Посмотрите На Это Как Вы Слышите Язык Вообще Непонятный То Есть Они Говорят Не по Английски Не по Французски Не по Русски Не по Немецки А вот Именно Это Такой Язык Какой Непонятный Давайте Это Я Сейчас Все Пропущу И Вот Сейчас Нам Нужно Каким То Образом Ой Я Даже Не Помню А Как Здесь А В Окно Каким То Образом Достать Эту Клетку И Сбить Ее С потолка Чтобы Освободить Вот Эту Девчушку Зачем Мы Это Делаем Без Понятия Но Мы Тупо Это Делаем Опа Игруха Также Ребятки Феноменально Просто Смотрится В ремастере На PlayStation 3 Если Вы Меня Спросите Не Уступает Вообще Никак Вот Тому Что Вы Сейчас Видите На моем Экране То Конечно Там Разрешение 1080p Двух Блин Игр На PlayStation 3 Которая Идет В 60 FPS И 1080p Full HD То есть Это Реально Мастхев Мастхевище То есть Если У вас В коллекции На PlayStation 3 Еще Нет Вот Этого Диска На котором Содержатся Ремастеры Shadow of the Colossus И Eco Сделайте Все Что Только Есть В ваших Силах Чтобы Заполучить Этот Физноситель Себе В коллекцию Есть У вас PlayStation 3 Нет Обязательно Посмотрите На Архитектуру Вы Посмотрите На У меня Слов Нет Народ У меня Нет Слов Так Мы Ее Спустили И Это Еще Не Все Сейчас Нам Нужно Каким То Образом Еще Она Не Полностью До Пола Спустилась Нам Нужно Сделать Так Чтоб Она Вот Эта Клетка Я имею Ввиду Долбанула На Да Что Такое Надо В другую сторону Долбанула Пол И у нее Выпало Дно Насколько Я помню У меня Просто В мозгу Это Все Знаете Как Опа Вот Теперь я Начинаю Уже Полностью Осваивать Управление То есть Прошло Сколько Десять Минут Мне По Барабану Я Сейчас Еще Десять Буду Сидеть Здесь Играть Я Вам Обязательно Хочу Как я Освобождаю Йорду Это Игра На Которое Время Не Имеет Никакого Значения И Эта Игра Кстати Проходится Примерно Часов За 8 То есть Вас Не Заставляют Здесь Делать Какие Делики Побочные Квесты Вот Это Все Не Заставляют Защищать Карту Нет Вот Этого Тупизма Никакого Здесь Нет Здесь Только Вы Йорда И Вот Этот Непонятный Непонятный Замок Или Что Это Как Это Сказать Еще Я Не Знаю Так И Теперь Мы Смотрим Где 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 Мы Ее Где же Мы Ее Оставили Она же Где то Должна Висеть А Я До Сих Пор Ее Не Вижу Или Я До Сих Пор Не Вижу Ее К Сожалению Я Ее Не Увидел Ну Может Я Так Смогу Давайте Полностью Спустимся Вниз И Посмотрим Потому Что Я Помню Каким То Образом Я Должен Ее Эту Клетку На Пол Поставить Ну 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 Вот Она Вот Она Вот Она Клетка Да И Теперь Нам Нужно С другой Просто Стороны На нее Запрыгнуть Да 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 Народ Сейчас Мы Йорду Освободим И Искренне Надеюсь Что Я Более Менее Настроил Звук Чтобы Вы Слышали Вот Этот Вот Ambient Просто Завывание Ветра Никакое Музыкальное Сопровождение Ничего И вот Сейчас Главное Попасть Бум И вот Теперь Первое Знакомство С Йордой Народ Кто Она Что Она И Она Такая Прикольная Ох Нифига себе На ней Аж на ФПС И вы Посмотрите Как Упали Потому Что Здесь Наверное Вот Это Все Как Вам Сказать Прозрачность Непонятная Вот Это Ах И Ее Сразу Ж Сразу Ж Забирают Недоброжелателей И Моя Подожди Подожди Доставай Доставай Ее Оттуда И Вот Вот Эти Черные Непонятные Твари Будут Постоянно У нас Йорду Забирать И Нам Нужно Ее Постоянно Спасать Что Это За Монстры Говорит Нам Очень Опасно Здесь Давай Найдем Путь Отсюда И Вот Всю Игру Мы Тащим За Руку Посмотрите Опа Оказывается Она Может Открывать Вот Эти Барьеры То Есть В ней Какая То Сила Непонятная Она Как-то Это Сделала Она Не Может Нам Ответить Она С другого Города Она Не Понимает По-нашему Опа И Теперь Чтобы Идти Дальше Нам Нужно Подойти К Йорде И Нажать На R1 Взять 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 И Вы Привыкаете До Того К К К Моменту Что Когда Вы Бегаете Вот Так Вот Один Вы Уже Чувствуете Себя Как-то На вас Паника Нападает Вы Ищите Йорду Берете Ее За Року И Только Тогда Вы Чувствуете Себя Нормально Потому Что Вы Так Боитесь За Нее Я Не 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 Одна Игре Это Было Это 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 Вообще И Она Медленная Конечно Видите Все Очень Медленно Она Делает Мы Хлоп И Ее Нужно Опять Тянуть Давай Подпрыгивай Пойдем Йорда Я Тебя Теперь Нигде Не Оставлю И Буду Тащить До Конца Игры Ребята Какой Здесь Финал Какая Здесь Развязка И Вот Она И Го Народ Вот Эти Это у нас Сохранялки То есть Мы можем Подойти Оп Она уже Села Смотрите Не Не Ты Садись Ты Садись Мы Сохраним Игру Алло Садись Оп И Когда мы Сидим На Вот Этом Вот Так Сказать Диванчике Мы Можем Сохранить Игру Нам Конечно Это Нафиг Не надо Потому Что У нас Есть Сейв Стейты Но Почему бы Нет И Вот Именно Вот Это Народ Вот Это Чувство Поиграть В Любимейшую Игру На Актуальном Поколении Консолей Именно Вот Это Чувство Меня Не покидает И мне Нравится Это То есть На Иксбоксе Я могу В мою Любимейшую Игру Поиграть Сегодня А на Платформе Для Которой Эта Игра Выходила Я не могу Этого Сделать То есть У меня Есть Плейстейшн 4 Плейстейшн 5 Но Плейстейшн 3 Диски Я не могу Поиграть Никак Йорда Давай 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 Это Просто Волшебство И неповторимый Экспириенс Это Знаете Как все говорят Нинтендо Делают Свои Игры Да Нинтендо Также Делают Обалденные Игры Но Только Сони Могла Или Смогла Меня Удивить На Веки Вечные Так Заходим И на Этой Прекрасной Ноте Ребятки Наверное Нужно Остановиться И Вот так Вот По всей Игре У нас Мы заходим В какие-то Непонятные Комнаты И эти комнаты Состоят из Каких-то Загадок И плюс К загадкам Еще Вот эти Недоброжелатели И нам Конечно Нужно Этих Недоброжелателей Отбить От Йорды Пошли Вон И смотрите Я ее не отпускаю Конечно же Слава богу Они не Респаунятся Они умирают И все И вот эти Лужи Пропадают Йорда 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 Сейчас Сейчас мы Их от этого Отлично Теперь еще пару Ворон осталось Ну-ка Иди сюда Ой-ой-ой И вот теперь Вот это опасно Йорда И вот видите Вот А у меня паника Когда я ее Оставляю одну Мне было По барабану В Resident Evil 4 Когда Эшли Там умирала Одна где-то Мне Было по барабану Когда он С фаунтинг граунд Наша собачка Где-то помирала Как бы это сейчас Зловесно И ужасно Не звучало То есть Только в Ико Отлично Наконец-то Все И вот это прикольно Вот смотрите Сейчас я ее отпущу И вот Я могу отойти И ее позвать И у меня такое ощущение Что он говорит Бонсуа По-французски Бонсуа Класс Народ И вот Вот это Ико Народ Вот Вот это Ико Я обязан был Посидеть здесь Практически 20 минут Потому что Это моя Это моя Любимая игрушка Народ И никогда Я ее вам не показывал Я вам показывал Ее как-то Диски Потом еще диск Показывал на PlayStation 3 Но никогда Я вместе с вами В нее не играл И вот я сейчас Наконец-то Это сделал И как я это сделал Благодаря PlayStation 2 Эмулятору И до сих пор У меня в голове Не укладывается Почему Мы не можем Сейчас Поиграть В PlayStation 3 Или PlayStation 2 Диски На PlayStation 5 Я понимаю PlayStation 1 Мы не можем играть Потому что У PlayStation 5 Тупо CD-привода нету Там Минимальное Что можно поиграть Это DVD Даже музыку Нельзя послушать На PlayStation 5 Но Блин Но сделайте Какой-нибудь Маломальский Эмулятор PlayStation 2 Но если Энтузиасты Это делают Почему бы Вам это не сделать Когда у вас Вся документация На руках Вы знаете Свою консоль Как облупленную Сделайте Хотя бы Для пары Игр Но я имею Ввиду Не такое Как для пары Игр Как у нас Было На PlayStation 4 Вы помните Там выходил Max Payne Первый Primal Еще какие-то Пару игр И все На этом все Закончилось Сделайте Что-нибудь Я не знаю Наподобие Майков Какую-нибудь Маломальскую Обратную Совместимость С PlayStation 2 Играми Ну что вы Такое-то Творите-то Ой народ Народ Ико Моя самая Любимая игра И следующая Опять же Забытая игра Эксклюзив PlayStation 2 Которой мы Можем поиграть Сегодня Только В Псевдо Ремастере На консоли PlayStation 3 И то На дисках Насколько я знаю Игра не выходила Только сугубо В цифровом виде Так вот Это конечно же Первая часть Игры Из серии Killzone Да Только сейчас Мы можем Поиграть На актуальном Поколении Консолей Благодаря эмулятору И я слышу Меня просто Просто Зайдывает Забивает Так SVX Я сейчас уберу Немножечко Вот так вот Да Потому что Ребятки Блин Очень 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 Это все Громко Вот так вот Вот так вот Это пойдет Нифига себе Здесь управление Такое Прям Плавное Плавное Не плавное А как сказать Очень такое Перегревается Оружие еще Резкое Такое Прям Отлично Хоба И вот Это перезарядка Это просто Фишка Killzone Еще с первой части И вот Как вы видите Присутствуют Такие чекпоинты И на чекпоинтах У нас постоянно Игра Немножечко Подзависает То есть Она сохраняет Чекпоинт И Дает нам Пройти дальше О это наш Да это наш Я правильно иду Или мне правильно Нет скорее всего Я неправильно иду Смотрите Я ушел черти куда Народ Че стоим Там вся движуха Пойдем туда Также Killzone 2 У нас Осталась В Playstation 3 Времени Также и Killzone 3 Осталась в Playstation Времени И у нас Никаких Ремастеров Нету У нас вышла Shadowfall Killzone На консоли Playstation 4 И на этом Все остановилось Какая граната Я его так Законапачу Не нужны мне Гранаты Так Игруха Как вы видите Американка То есть Идет в 60 герц Или это Эквивалент Как я вам уже Много раз говорил 60 фпс Но Вот иногда Случаются Вот такие вот Непонятные Подгрузки Непонятные 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 Но Лучше Так Чем вообще Никак Как я это В очередной Раз хочу повторить Опять же С игрой Познакомился На консоли Playstation 2 Конечно же Больше Я в нее Нигде не играл То есть Она есть еще Также у меня В цифре И на Playstation 3 И хочу отметить Что на Playstation 3 В ремастере В принципе Она выглядит Точно так же Это очень Очень Прикиньте Он даже сейчас Сказал Только сейчас Зачисти Зачисти Комнату Гранатой Прикольно То есть Игра понимает Что первую Комнату Я зачистил Без гранаты Отлично Так вот О чем я Да На Playstation 3 Игруха Выглядит Вполне себе Я С ней Познакомился Опять же Когда Брал игры В прокат Или на прокат Платил Некую Символичную Сумму По моему За одну игру Я давал В день 2 евро По моему Копировал Ой-ой-ой Нифига себе Ну ты Пройдешь Нет Копировал Игру Как вы знаете Я уже говорил Такое что На Playstation 2 У нас Абсолютно Никакой защиты Нету От пиратства То есть Ее можно Взять Скопировать Записать На диск И играть Вот это тело Отсюда ушло Было бы Вообще Лучше Для всех Вот так вот Потому что Мне судя по всему Нужно вот здесь Пройти Да-да-да-да-да И вот Killzone Опять же Использует Непонятный Какой-то Непонятный Какой-то Фильтр Эта игруха То есть Вы видите Да Такое ощущение Что Давай без Сохранялок Давай сразу На новый уровень То есть Вы видите Используется Какой-то Грейнфильтр Который Опять же Должен Нам Немножечко Заретушировать Графику Так как На PS2 Sony Пыталась Сделать Убийцу Halo И в принципе Это даже Немножко Получилось То есть Мне Например Killzone Нравится Намного Больше Чем Halo Потому что Мне нравится Их здесь И солдаты И Хелганы И планета Хелган А Хелгасты Хелганы Да-да-да И вот Насколько я помню Мне нужно Вот сюда Залезть Сейчас И стрелять С этой Опа А кстати Может быть Даже знаете Почему Здесь такие Непонятные Приколы Происходят Я думаю Если играть В Европейку В 50 Гц То она будет Стабильно идти Потому что Здесь Как вы видите Все-таки 60 Так А сна Афу Она Наверху Да Да По-моему Она наверху Давайте Ее возьмем Тогда Да-да-да И вот Игра Выглядит Да Даже на эмуляторе Не очень Не очень Прикольно Но народ Поверьте Она Она Офигенная Здесь Такие Классные Уровни Потом Будут И А-а-а Нет 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 А-а-а Вот так Понял Отлично Теперь Мне их Прикрывать Надо А-а-а Вон они Вон они Смотрите Подожди Где они Вот они Ой как Ой-ой-ой Вот это да Вот это Олдскульные Снайперские Винтовки Это конечно Вообще Поворачивается Не весь экран А только Ой-ой-ой Ой как Неудобно То есть Вы видите Да Поворачивается Не экран А вот Эта Цель А экран Стоит На месте Это Оа Это Олдскульные Снайперские Винтовки На Консолях Офигеть Класс Хе Так Теперь можно Спуститься А снайперскую Винтовку То надо было Наверное Убрать Хотя Сейчас Я уберу Секундочку Так И теперь Во Меняем И Смотрим Опять Чекпоинт Нам здесь Уже Как вы видите Открыли И Блин Я до сих пор Не Перестаю Я не знаю Как вам сказать Удивляться Killzone Какой Масштаб Графики Она показала На Playstation 2 Ничего подобного Не было Ничего И вообще Шутеры от первого лица На консолях Playstation Не было На боксе Когда пошли Вот эти шутеры От первого лица Как например Hello Опять же этот И Вот С того момента На консолях И появились у нас Шутеры От первого лица Так как у нас Не было Ни Call of Duty Ничего Так секундочку Как бы мне теперь Ага Вот она Снайперская Винтовочка Моя Ух ты Это наверное Какой-то главный Чего Патронов Нету Ну здрасте Ну здрасте Давайте тогда Выкурим Их Гранатой Выкурил Сейчас Подождите Я не успокоюсь Пока я им Гранату туда Не Зашвырнул Отлично Ну может быть В кого-то попал Не знаю Игра Да Игра Очень медленная Мне помнится Она немножечко Немножечко Побыстрее была И как мне теперь его Не понял А вот здесь я бы его смог Да Или можно туда Как-то зайти же Сто процентов Конечно Боже мой Вы посмотрите Офигеть Так Ха Обошел Перезаряжайся Перезаряжайся И вот эта перезарядка Как она выглядит Во второй части Офигенно На Playstation 3 Это просто Вынос мозга Народ Так Мы их зачистили И теперь я могу Отсюда Вон того товарища Наверное убрать Хотя нет Ну ладно 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 Посмотрите да Шутеры Ранешние Комната И ничего в ней нет Ни столов Никаких приборов Ничего Просто тупо Пустая комната Обалденно Old school Это Это вам не тяп-ляп Это вам не тяп-ляп Сейчас я еще сюда Я не знаю Как Наконец-то Вот видите да Постоянно Как только миссию Заканчиваю Включается Какой-то Чекпоинт И срабатывает Непонятный Такой Заикание Игры Оу Ох Трубой Убило Народ Ну бывает Знаете Пошел Сражаться И трубой Прибило Бывает Народ Идем дальше А нет Народ Я сейчас посмотрел И в принципе У меня больше Никаких эксклюзивов Нет У меня есть еще Парочку эксклюзивных игр Такие как Например Mark of Cry Это игры Эксклюзивы Про которые практически Никто не знает Но их я оставлю Для следующего видео Когда мы будем Сравнивать Эти игры На эмуляторе И эти же самые игры На Playstation 4 Которые доступны Были лет 6 назад По так называемой Обратной совместимости То есть на эмуляторе Как я вам сказал ранее Там есть около 15 игр Которые можете Купить заново Несмотря есть у вас диск Или нет Вы должны эту игру Купить заново И она идет в принципе В том же самом качестве Как и на Playstation 2 То есть Несмотря на Мощь Playstation 4 Или Playstation 5 Игры идут точно так же Как и На Playstation 2 В то время Но я Не смог сейчас Остановиться Потому что я сейчас Вошел в такую эту Знаете У меня такой фло Офигенный И я захотел вам Показать еще Обалденную игру Под названием Сиберия Это вторая часть То есть существует На сегодняшний день 4 части Если кто-то из вас Так же смотрит Мои закупы игр То Вы знаете Я вам показывал Четвертую часть Сиберии Так вот Это вторая И Прикол Почему я вам ее Сейчас хочу показать Потому что она полностью На русском языке И для всех вас Кто хочет ознакомиться С этой серией Я советую это сделать И вот можете сделать это Со второй Со второй части Она полностью На русском К сожалению Только 4х3 Потому что здесь у нас Нет трехмерной графики А здесь у нас уже Пререндерованные Так сказать Картинки И вот эти картинки Эмулятор не может Из них сделать Как бы 16х9 формат Потому что они Тупо Сделаны Вот в таком формате Из-за этого Из-за этого у нас Вы видите Сиберия Полностью В 4х3 Но Как вы видите Доходит До 60 фпс Хотя В этой игре Фпс Нафиг не нужны Если вы меня спросите Это все равно Как знаете Требовать 60 или 120 фпс От Resident Evil 1, 2, 3 Немезис То есть Посмотрите На эту красоту И сейчас я хочу Чтоб она что-нибудь Рассказала Новая безделушка Гансы в дороге Все время Что-то мастерит Прикольно Полностью на русском Офигенно А Ганс Дружище Привет Привет Кейт Знаете Что меня радует Больше всего Я помогаю вам Исполнить Вашу мечту Моя мечта Стала и твоей Да, Кейт Класс Ганс Где мы? Где-то На пути На Сибирию Далеко еще До нее? Очень Ну Никто Никогда Не видел Этот остров Ни один Путешественник О нем Не упоминает Его нет Ни на одной Карте И тем не менее Я уверен Сибири Существует Класс Класс И вот сейчас Народ Я не хочу Ни в коем случае Не поймите меня Неправильно Я не хочу Включать Зануду Но В русском Переводе Кейт Уолкер У нас Немножечко Какая-то Очень любопытная И такая Неуверенная В себе Ой-я-я А может быть Это то А на самом деле Что в английском Переводе Что во французском В оригинале Что на немецком Она очень-очень Самоуверенная женщина То есть Она никогда Себя так не ведет Она реально Если как сказала Так как отрезала Понимаете И вот здесь Вот когда я слышу Русскую речь У меня Мое Так сказать Представление О Кейт Уолкер О нашей Главной героине Абсолютно Не Не состыковка Происходит в моей голове Потому что я прошел Все части Сибири С первой до четвертой С первой до четвертой Да можно так сказать Четвертой Я смотрел в прохождении Сам не играл еще пока Так вот Полностью Мое представление О Кейт Уолкер Рушится Но если вы не играли В какие-то другие игры Сибири И играли только на русском То вы посмотрите Как это офигенно Как вы думаете Поезд может двигаться дальше Как вы думаете А то снег идет все сильнее и сильнее А то снег идет все сильнее и сильнее Становится ужасно холодно Никогда Кейт Уолкер Такого бы не сказала Ты ведь не забыла его завести Нет Еще не завела Тогда заводи и поехали Опа Во Нам Ганс говорит Увидимся позже Ганс Нужно завести поезд До встречи Потому что поезд у нас Заводится как Наручные механические часы И я до сих пор не могу Вот на эту графику посмотреть И опять же Народ Не могу не сказать Как и где можно поиграть На консолях эту игру Конечно же я никогда не затрагиваю ПК То есть на ПК вы можете во все поиграть Вот в это Там и Конечно Снег Как вам сказать Некоторые нюансы нужно будет Взять во внимание Но все равно можно В конечном итоге А на консолях же Вы можете поиграть Первую часть Сибири На Иксбокс 360 На Плейстейшн 3 И на всех иксбоксах Вплоть до Иксбокс Серия СХ Потому что игра поддерживается По обратной совместимости Там выходил порт Для Иксбокс 360 Вторую часть Можно поиграть Только на Иксбокс 360 И Плейстейшн 3 Игра ни в каком виде Не выходила По обратной совместимости Нет, спасибо Погода не для душа Погода не для душа Но ты же внутри И где теперь Выход из этого поезда Сейчас народ Просто Я Хотел Вас познакомить Сиберией С оригинальной С классической Потому что я почему-то думаю Не все из вас В нее играли И сейчас Жанр квестов На консолях В принципе уже давно Не существует Так И я реально Заблудился В трех стенах Или что? Где здесь выход-то? Ну давайте еще Вот эту посмотрим штуку Гансов игрушечный мамонт Гансов игрушечный мамонт Поняли? Так Вот мы сюда пришли Как отсюда теперь выйти? У нас Ау Вот сюда вот же можно Да Откуда я начал? Там же скорее всего Направо или налево Отойти И можно Сойти на Пегон По-моему так Эта штука называется Пегон Откуда вагоны отходят Да И вот сейчас нам Просто пойти Влево Или? Нет А Вправо Кэт Уолкер у нас идет Только направо О Смотрите Вывеска Вот это ее Вот это ее Крутит Опа Здесь нас встречает Добро пожаловать в Романовск Последний оплод человечества На пороге бескрайней Дикой ледяной тундры Емельянов Полковник в отставке Страж порядка И продавец универсама Прикольно Вау Да Вот только не нужно С тем же успехом Я мог бы быть снеговиком Ох атмосфера 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 Что бы она придумал Бенуа Сукаль Это О О Он из собой вывеску забрал Которую колбасило Смотрите Прикольно Хотя это не вывеска была Это просто был Наверное какой-то Артефакт И мы сейчас посмотрим Он всегда присутствует Когда этот Человек Этот характер Это персона на экране Мне будет Очень интересно Нет Смотрите Только на улице Это было И вот Народ Да Смотрится Очень интересно На сегодня На сегодняшний день То есть Многие из вас Вообще Не поймут Мою фасцинацию И что меня Привлекло В этой Сибири Но ребята Это был 2003 год Плейстейшн 2 Только начинала Свои обороты У нас были Пузатые телевизоры Мне было Я не помню Сколько лет Сколько там мне было 15 лет По-моему Или 14 Не помню И я играл Вот в это И Именно вот эти игры Воспитали меня Можно так сказать Ребята И Меня многие спрашивают Почему ты относишься Так к Far Cry Почему ты так Относишься К Assassin's Creed Потому что ребята Я вырос немного На других играх И все новые игроки Которые сейчас Начинают только Свою так сказать Игровую жизнь Им Far Cry И Assassin's Creed Это нормально Для меня это уже Абсолютно ненормально Потому что Я тупо начинаю Жалеть мое Жизненное время Бегая Зачищая карты От вопросиков А вот именно Вот это мне нравится Посмотрите Вот на этот шот Атмосфера Да Атмосфера Класс Не буду вас утомлять Народ Может быть сейчас Еще бонусом Посмотрим на какую-нибудь Игрушку Ну и давайте Еще ради интереса Посмотрим Также на Tomb Raider Это Tomb Raider Anniversary Это можно так сказать Юбилейное Издание Tomb Raider Почему юбилейное Потому что Это можно сказать Это полноценный Ремейк Первой части Которая у нас была На Playstation 1 Dreamcast И по-моему На Dreamcast Ее не было И на ПК конечно же На компьютерах И в принципе В эту игруху Можно также Поиграть Еще и На Playstation 3 Там выходил Так называемый Tomb Raider Remaster Трилогия И на Playstation Она там и осталась Опять же Как и многие-многие игры Которые я вам показываю В сегодняшнем видео Но Есть также Еще и Так называемые Так называемая Трилогия В которую входит Tomb Raider Anniversary Tomb Raider Legend И Tomb Raider Underworld Также есть еще На Xbox 360 И вот именно Xbox 360 Версии Они идут Ребята По обратной Совместимости На консолях От Microsoft Да На всех Консолях От Microsoft И вот на Xbox Series X Вы также можете В них поиграть И вот на Xbox Series X У нас теперь Есть выбор Как поиграть Вот в эту трилогию Или по обратной Совместимости В 720p Но там более Продвинутая графика И визуал Потому что вы знаете Это PlayStation 2 игры А там все-таки У нас Xbox 360 Порты Так Я здесь немножечко Зафейлил Сам себя Первый раз происходит Со мной такое В этой игре Потому что разговариваю Скорее всего То есть Мы можем поиграть Или В Xbox 360 Версии Или же Поиграть теперь В полноценные 4К На эмуляторе Так сказать Я не знаю Я просто в замешательстве Потому что Вот так вот Выглядит Только Именно эта версия На эмуляторе Потому что По обратной совместимости У нас те же самые 720p Которые были на Xbox 360 Конечно же С вот этими Со всеми дополнениями Но все равно Игрушка в целом Абсолютно такая же Как и была на Xbox 360 И вот теперь Я даже не знаю Неужели мне придется Второй раз Игру пройти Теперь уже только Вот в таком вот виде Это вообще Кстати Сейчас я играю В американочку Как вы видите 30 герц Если играть В PAL версию То есть В мульти 5 Так сказать Которая содержит 5 языков В себе То она будет идти В 25 герц То есть В принципе То же самое Только Немножечко Немножечко Помедленней Как и все PAL версии В те времена На PlayStation 2 Потом когда вышли Вы знаете PlayStation 3 Иксбоксы PlayStation 4 Иксбокс сериасы Иксбокс уоны Конечно же У нас полностью Ушла вот эта Напасть в виде PAL И NTC версий У нас кругом Стал один стандарт Который называется PAL 60 герц И благодаря ему На сегодняшних Поколениях Консолей У нас нет таких проблем Как раньше Но нужно было бы Раньше только в американку Играть Сейчас нет никакого Вообще Никакой разницы Американка Японка Все идут В PAL 60 герц Так Нужно вот так Вот раскачаться Опа Отлично Идет Как по маслу Вы знаете Просто настолько Приятно все Ох Класс Но опять же Повторюсь Это не та игра Которую действительно Вот Нужно было бы Поиграть на эмуляторе Потому что она у нас Доступна По обратной совместимости На боксе На плойке Повторюсь только На Playstation 3 Ух ты И кстати На прошлой версии эмулятора Вот эта Катсцена Ее колбасила Как не знаю что Здесь текстуры Плясали Все И я думал Ну окей Придется катсцены Всегда проматывать Но нет Теперь новая версия эмулятора Когда вышла Я не знаю сколько Уже недель назад Где-то месяц По-моему назад Которую я вам показывал Как скачать И все такое И Они здесь реально Улучшили текстуры Теперь ничего не прыгает Это круто Иди вон Качество просто Невероятно Офигенное Вы посмотрите О Только Олдскулы Помнят Вот этот вот кадр Помните На Playstation 1 Когда мы начинали уровень У нас Была Именно вот эта Фотография На загрузочном экране Сейчас Как вы можете посмотреть Никаких загрузок У нас нету И ох А как у нее включается Ааа Еще никак У меня еще нету фонарика Опа Нужно перепрыгнуть От вот этих вот непонятных Ох ты Задело Ты посмотри Ну да ладно И вот народ Как я рад Что Crystal Dynamics Сейчас принадлежит Embracer Group И у нас Может быть Что-то даже И выйдет Может быть Какой-нибудь Или ремастер Я не исключаю Или может быть Ремейк То есть Мне не сильно это надо Потому что повторюсь Идет по обратке Все замечательно Все отлично Можно в любой момент По крайней мере на боксе Поиграть во всю трилогию Legend, Anniversary И Underworld Но все равно Охота же Знаете Поиграть на актуальном Поколении консолей Такие как PlayStation 5 И Series X Поиграть все-таки В новую версию Так Как Лара Ну-ка вспомнить бы Как ты встаешь на руки Народ Руки-то помнят Обалдеть Задумался Где-то примерно На долю секунды И сразу вспомнил Как это делается Потому что со времен PlayStation 1 Не изменяется управление Вот этой вот Вот этого Акробатического трюка Я даже не знаю Как его можно назвать Он нафиг не нужен Он здесь Чисто для красоты Но сколько было проведено Времени на PlayStation 1 Когда я делал Вот эту штуку Ну-ка Лара Удиви нас Ах Ох и ах Ох и ах Так Очень непонятная Боевая система В этой игре Но окей Самое главное Что Лара Целится сама На недоброжелателей То есть нам не нужно Целиться Она сама это делает И это круто О Вот здесь Здесь как-то же можно А смотрите С первого раза Секрет нашел Отлично Хотя не было Такого Специфического Звука Секрета То есть это скорее всего Не секрет был А просто хорошо Запрятанная аптечка Но Как вы знаете Лара Крофт В виде Меня Или от меня Не уйдет Ни одна Спрятанная Аптечка Блин Вот сейчас Народ Не увидите Нигде Вот такой женщины Вот с такими вот Большими Прибольшими Руками Нигде Все вот эти вот Прикольные Солидные Так сказать Хорошо выглядящие Хорошо Выгляди Выглядящие Извиняюсь народ Дамы Остались Именно В прошлом поколении Консолей Так Вот это Вот это я дал О Смотрите Там можно Там можно Куда-то Побежать Неужели Это Можно Прибежать К этому К Напрямую Можно Прибежать К Медведю Или А Смотрите Здесь можно Вот так Обойти Вот это Прикольно Ох Как это Красиво Как это Все Красиво Опа Опа Я думал Здесь Соседи Мои А нет Это Волки Воют Ой 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 Давай 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 Отличненько Все готовы Отлично Оу Смотрите Там Пещера Так У нас Аптечка А где Фонарик Фонарик Когда нам Дадут О Он Туда Как Попасть А Сто Процентов Сзади Как-то Нужно Будет Так И вот Здесь Я даже Не знаю Смотрите Как Теперь Попасть На Другую Сторон Она Сможет Залазить Вот По Этой Штуке Ну Ка Посмотрим Да Она Может Залазить Не 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 Лара 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 Секундочку Лариса Ивановна Ну Ка Давай По Канону Не Позорь Меня Посмотрите У нее Марается Ее Блузка Ну Это Вообще Народ Вы Посмотрите На Эту Графику Так И Теперь Вот Так Вот Мы За этим Сюда Пришли Лариса Ивановна А не Просто Чтоб Ты Тут Карабкалась По стенам Как Это Нет Ты Давай Всегда На Руки Вставай Опа Класс Мне Больше Ничего Не надо Народ Больше Ничего Не надо Никакие Открутые Миры Никакой Рейтрейсинг Нет Дайте Мне Ларису Ивановну И пусть Она Весь День Встает На Руки Да 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 Так Ууу И Вот Она Вот Он Вот Он Вот Он Этот Каноничный Я не побоюсь Такого слова Момент Я Эту Ах Я это Показывал Также И на Дагстейшн Эмуляторе Когда мы Играли с вами Плейстейшн Один Версию На Иксбоксе И вы Посмотрите Как в ремейке Это офигенно Выглядит Офигеть И здесь Я не могу Да наверх Вскрабкаться Мне нужно Именно Вон туда Перебраться Посмотрите На эту Листву То есть Плейстейшн Два Время И вот Эта Листва Уже Была Тогда Обалденно 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 Так Главное Не упасть Вон туда Потому что Там Медведь Если Медведь Опа Меня бы схватило Было бы Не прикольно Кстати Я могу На Вот Этом Вот Троси Могу Вон туда Вон Забраться И взять Аптечку Но я Игру Не прохожу А Немножечко Просто Знакомлю Себя И вас С Плейстейшн Два Версией И Плейстейшн Два Версия Выглядит Намного Лучше Чем Xbox 360 По обратной Совместимости Если мы Говорим О Разрешении Потому что Здесь полноценные 4К Повторюсь На боксе На Xbox Series X Когда мы Играем По обратке Там 720p Опа Блин Надо будет И еще И все Tomb Raider Пройти По эмулятору Ну потому что Такой красотенечки Я не видел Еще ни разу Это вообще... Народ, это ремейк Это ремейк первой игры Вы посмотрите на эту атмосферу Какой-нибудь Shadow of the Tomb Raider Сможет сравниться вот с этим? Да никогда в жизни Где у нас опять Лара попадает В какой-то Я не знаю, в какой-то Хост, из этого хоста С большой деревней Мы идем туда, идем сюда Мы помогаем одним, мы помогаем другим Нет! Tomb Raider это Приключение одного человека в гробницах В Египтах и все вот этого Нет никакого, никаких NPC Нет никаких, ничего, побочных заданий Нет! Есть только Лариса Ивановна И больше ничего Ой-ой-ой Ой, мне хана сейчас народ Ах, да Надо было аптечку принять Ой-ой-ой-ой-ой Ну, это самая-самая хорошая Так сказать, повод прекратить Наше сегодняшнее видео Народ И давайте я Закрою игру Закрою наш эмулятор Выйду полностью на Главный экран Моего Иксбокса Как вы видите Даже здесь у меня Приветствует Меня Лара Крофт Вот в таких прикольных очках Да, это я Сам сделал скрин И использую его теперь Как обои Моего рабочего стола Вот такой вот я Да, извращенец Ну нравится если мне Лара Крофт Ну что я могу с собой поделать Народ И нравится мне именно старая Лара Крофт Не нравится Не то, что не нравится А вполне нормальная Последняя вот эта Которая трилогия 2013 года Rise of the Tomb Raider Или Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Вполне нормальная тетка Но вот именно вот это Мне нравится Ой-ой-ой как Народ Под конец Вы видели Я вам показал Сиберия И Tomb Raider Anniversary Чисто бонусом Потому что я не мог остановиться Но теперь я вижу Что я немножечко Начинаю уставать И я надеюсь Вам было так же интересно Вы видите По моему каналу На меня иногда Находит такая Непонятная Какая-то волна Ностальгии И я просто Сижу и тупо Запускаю игры И понемножечку В них играю И я решил это сделать В этот раз Опять не в одного А вместе с вами Почему бы нет Почему бы нет Очень много людей Я смотрю кому На канале эта тема нравится Знакомятся с играми Смотрят как они выглядят Может быть Какую-то мою вот эту Ну дятину слушают Которая постоянно Вырывается из моего рта На протяжении вот этих Часа полтора-двух Я не знаю сколько мы тут сидим Так что народ Я надеюсь Вам было интересно Могу сказать только Опять одно Ребята Вам всем-всех благ Увидимся в следующих видосах Чао Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok